артём сколько минут я нахожусь около жигулей примерно 30 около причем ничего я ничего не делал как это возможно я не понимаю бессмысленный и беспощадный вторая хрустит фантомно со свистом 3 залетела но это а это резина честно даже не знаю что русская 1 свисту на звезду на r14 75 ну все вот она блять большие ничего и не надо все посвестили да еще момент там программная отсечка на 8 200 а можно вообще вот можно я так один раз делал головку шлифовали музыка и бенит прямо типа стоковая галочка собственно говоря флешечку и можно набал набалтывать интересно сколько лет 23 молодежный сленг куча набалтывать привет как тебя зовут юля ща я тебя набалтаю ну что делаете набалты набалтываем на шухерях или как это херня как это вчера это слово то это шахери шакери как вы кусты называете тут шухари какие-то ну кучери кучери набалтываем в кучерях из новостей из новостей 4 это вчера все уехала понимаешь и вот теперь выбор артем сергеевич выбор либо мы берем совсем ушатанная японская адресла так либо либо мы делаем ход пароход и продолжаем ездить на автовазах да сколько можно да сколько да ну ребят давайте ну бля я заебал нахуй ребят в комментариях давайте очень серьезный вопрос короче что мы дальше берем ушатанного японца или я просто думаю если ровную десятку если мы купим калину то ну блядь вы же стопудово пацаны и 13 процентов девчонок просто будете угорать над этим ты представляешь меня блядь в калине еще если это будет уебанский седан блядь ты видел калину седан нахуй рау блядь произведение искусства по сравнению с калиной седан ты понимаешь я в ней ездил я даже учился учился сначала на седане потом на хатчбеке и получилось не блядь хатчбек у меня был хатчбек симпатичный но седан это просто пиздец типа ну вот как можно было после десятки шедевральной да вот это кошмар блядь но охуенно сидеть да я уже прокатился сидеть на переднем сиденье на пассажирском просто вообще кайф прикольно тут знаешь как-то у меня же настроение поднялось сразу хорошее стало мы с тобой просто поругались немного потому что я долбаем а сейчас уже хорошо это знаешь вот раум это не про аккуратность типа ну вот а как так то почему ты вот именно сюда его а потом и захотелось побольше и на саморез туда вхуярил просто не ну некуда больше чувствую себя 50-летней женщины сразу за рулем еду знаешь очумевшая с леруа никого не вижу нахуй с леруа никого не пропускаю а это который как они ездят покажи как они ездят ты ей вот здесь стоишь вот так гудишь ей типа женщина она просто вот все нахуй ты говоришь блядь я заехать хочу она вот она все или ей проезжание она не видит она если чё ты ее пропускаешь она будет сидеть вот так ты показываешь типа все пора она потом знаешь сразу изо всех сил потому что дело пахнет керосином вот позавчера я заправился на косарь и знаете когда заправился опять на косарь вчера вот это да чудо самое в нашем современном обществе вчера отогнал я его на химчистку и полировку кузова приехал отдал чуваку ключи мы с ним пожали руки короче и все я уехал сейчас приехали снимать как они там работают а вот трубки не берет и двери закрыты Вопрос какова вероятность того что мы Таурек спиздили Ооо нихуя стихо открывается ты видел? Как ты это сделал? Серьезно? Какая каза настали времена скрытых дефектов пацаны всегда заглядывайте под мухобойку если даже тачка ваша выглядит со стороны целая блядь внешне да все но вот нам то догадаться можно было здесь у нас номер замят рамка китайская блядь не может за это догадаться что в капот что то блядь прилетело но с другой стороны ставиш обратно мухобойку да и мафф конфеты я думаю что магриapped ааааааа аааа блядь кретины да аааааааа так охренеть блядь так вот блядь немцы вещи делают б comrades ни хуя петлица коза 35 тысяч на топливо плюс двадцатку мы сразу в него в бухали потому что меняли ролик гидронатяжитель ремня плюс работа плюс 5 10 и втулки стабилизатора переднего там что-то со всей тюрьмой получилось по моему 12 это уже 47 47 прибавляем химчистку и полировку если нам достались бесплатно до сива будет вальди перри добавляем ну грубо говоря еще 16000 получаем уже 63 и сейчас я пойду закуплюсь еще на десятку вот и получается 73 тысячи рублей делим на 2 и получаем что месяц владения то урагом 36 500 при среднем заработки блять в 22 тысячи рублей красота в планах в планах я теперь не знаю чем не делать вообще в жизни потому что я растерян эта машина меня полностью целиком устраивает но при условии что надо докупить к этой машине что-нибудь что мало живет и можно передвигаться по таким не особо важным делам на какой-нибудь 99 спокойненько а ну никаких дополнительных проблем не возникало кроме как замок капота начал короче что-то шалить чуть-чуть и показывать что он открыт но я это устранил очень просто я приоткрыл его дёрнул один раз наверх щелкнул и все конфета починилось пацаны вчера писали про сходку в минске так что вот пацаны давайте делать сходку в минске точно только выберите место где мы с вами вчетвером соберемся вот я артем блять вас двое заявка должна включать себе фотографию что еще описание автомобилем фотографию машины а то блять пришлют тебе шайбу сразу горники что-то начали хуёвничать вот из прикола это то ли моторчика не хватает или что-то ли подсмазать надо я так сбрызгал все они вот так как кондраты работают а мы можем сейчас показать и доработать на видео уебаны доху ли он все будут работать с нормально пацаны нереально просто тупорылили ну ладно понимаешь что машинка на видео не хочет лажать не только нога я вообще классно потому что он не хочет размышлять не так что они не хотят